Родители о детях Здравствуйте! Коуч – это тот специалист, который задает нужные вопросы, чтобы человек получил нужные ответы. В данном случае мама. Все верно? Абсолютно. Хорошо. Это у нас Евгения Шилаяна, мама двоих детей и также эксперт. Но больше мне бы хотелось узнать, конечно, Евгения, о вашем опыте, потому что он очень даже красноречив для нашей темы. С этого и начнем. Кем вы работали до того, как ушли в первый декрет? До того, как ушла в первый декрет, работала в сфере страхования довольно долго. До этого еще был предыдущий опыт в сфере торговли. Но потом как-то остановилась на страховании и нашла себя там. Ушла в декрет? Изначально, да, почему-то себе представила, что я офисный работник. Хорошо. Ушла в декрет. Что изменилось? Поняла, что с ребенком как-то у меня есть на тот момент, как многие говорили, что ты уже через полгода захочешь обратно на работу. Но так не оказалось. С ребенком я поняла, что у меня есть время для того, чтобы как-то развивать себя. Я нашла такие лазеечки интересные, в которых мне было интересно получать информацию и тем самым как бы немножко так развиваться. Копила в свою копилочку такие идеи для саморазвития. А на каком месте вот пришло вот это понимание? Как это происходит просто вот на таком? Оно просто где-то щелкает и все. Это вот нет такого, что я смотрела, что-то думала, представляла, кем бы я могла быть, что бы мне хотелось сделать, как бы это все можно было совмещать вместе с тем, что есть маленький ребенок, да. И так, да, так оно получилось, что просто в какой-то момент пришла идея о том, что почему бы не попробовать себя, вот скажем, таком, то, что мне нравится, что у меня хорошо получается. Так что же это такое? Вы же не сказали. Да, получается так, что мы планировали Кристины, младшего ребенка, и я испекла торт. Торт, и я поняла, что его, конечно, надо было как-то красиво украсить. Изначально старшему ребенку мы заказывали торты на заказ, такой вот большой, красивый для фотосессии. А младшему ребенку захотелось как-то сделать это самой, вот больше туда как-то в любви ложить в этот торт. И сделала. И сделала, и сделала, скажу, неплохо. Конечно, не с первого раза у меня все получилось, но вполне, вполне. Но это стало таким увлечением, и сейчас, если кто-то из друзей, знакомых хочет торт, то он обращается к Жене. Конечно, сейчас я уже так больше, конечно, могу, чем изначально у меня получалось. И многие, многие мои знакомые уже просто, не знаю, праздника без моей какой-либо вкусняшки. Иногда даже те, которые просто хочут чего-то сладкого, мне звонят, ты вот умеешь, сделай нам что-нибудь вкусненькое. Конечно, это не какие-то масштабные у меня проекты, нет. Просто так для души. Почему, наверное, так понравилось? Потому что получила вот эту обратную эмоцию, то, что людям нравится. И я поняла, что, наверное, вот мне не хватает призвания какого-то. А больше не хочется в офис вернуться? Нет. Ни за что? Глаза такие, что нет, ни за что. Нет, я поняла, что мне как-то, ну вот, наверное, с детьми вот есть такое, что ты вот ходишь в этот ритм активности, и понимаешь, что сидеть уже на месте, ну как это, как вот высидеть 8 часов, у тебя в голове куча идей, что надо успеть сделать это, это. И ты понимаешь, что ты настолько сейчас ограничен, что нет, я понимаю, что точно это не для меня. Спасибо за этот рассказ. Оля, что мы можем прокомментировать и на основании этого опыта советы какие-то дать тем, кто нас сегодня смотрит? Ну, во-первых, вернемся к тому, что Александра сказала вначале, что декрет меняет жизнь. Это на самом деле происходит так и происходит у всех абсолютно, просто в той или иной степени. В сфере профессиональной то, что случилось с Евгением, это здорово, супер, такое, такое замечательное женственное занятие. Я думаю, что сейчас вообще немногие могут похвастаться таким женским именно призванием. Это то, чего не хватает, потому что общество от нас требует, чтобы мы были всем, там, начиная от того человека, который зарабатывает деньги, и кончая тем человеком, который может организовать для своей семьи, как для такого среднего бизнеса, абсолютно такую логичную, прогнозируемую жизнь. Вот, поэтому если есть время и возможность, и главное, если это поставлено как приоритет, это такое замечательное занятие, которое доставляет удовольствие, и от которого Евгения получает обратную связь в форме благодарности и радости, это супер. Это, ну, вообще, мне кажется, идеальный такой вариант личностного развития, что бы это ни было. Это могут быть торты, или организация мероприятий, или новая профессия, не знаю. А как понять, стоит ли мне решиться на эти изменения? Потому что, ну, это все-таки тоже такой определенный страх и риск. Все-таки удобнее и комфортнее вернуться в свое проверенное место работы, если ты ушел, и тебя там ждут. Вот как сейчас кто-то сидит и думает, ну, вот я тоже крестиком вышивать люблю, ну, условно говоря, да, но стоит ли это делать, скажем, своей профессией? Вот что это за вопросы, на которые нужно себе ответить? Это зависит от внутренней уверенности, от того, насколько ты внутри знаешь, что ты хочешь. Потому что если ты хочешь, на самом деле хочешь и любишь вышивать крестиком, то ты, вышивая крестиком, заработаешь намного больше денег, чем брокером в страховании, например. Вот. И плюс к этому получишь больше удовольствия. То есть, в первую очередь, нужно быть честным вот с самим собой? Честным по отношению к себе, да. Спросить, что я хочу на самом деле. И есть одна очень хорошая практика, если можно, я поделюсь. Представить, что тебе много лет, 80, например, и посмотреть назад. И посмотреть, чем ты занимался всю жизнь, а чем бы ты хотел заниматься. И приблизиться по возможности к тому, чем бы ты хотел заниматься. Оль, ну у вас трое детей. Это три декрета как минимум? Да. Вот как менялась ваша жизнь? Да, ровно три. Как менялась ваша жизнь? Мировоззрение? Менялось? Да, конечно. Ну, я нормальный человек. Вот. Менялось каждый раз по-разному. Первый декрет был, наверное, самым сложным, потому что это было самое яркое изменение в моей жизни вообще. До декрета я летала, я была банковским работником. И, в принципе, я точно знала, что у меня произойдет в жизни через 3-5 лет. Вы не собирались менять сферу деятельности? Кстати, я не собиралась менять род в своей деятельности, да. Но такой, может быть, очень глубокий момент. Это первая болезнь ребенка. Вот он рождается, все в порядке, а потом первая болезнь. Ты понимаешь, что ты назначил встречу, а твой ребенок болеет. И что для тебя приоритет? Вот. В принципе, первые два месяца ребенка я еще продолжала свою обычную жизнь. После этого я ее полностью перевернула, потому что я поняла, что важнее. Вы расставили приоритет? Да. Потом второй декрет принес мне как раз-таки новую профессию. Во время второго декрета я училась на коуче и начала консультировать. Третий декрет тоже был очень интересным, тоже очень мощным по степени такого толчка к внутреннему развитию. Я продолжала развиваться в том же направлении, где и до этого, но более интенсивно стала это делать. Мне кажется, что количество детей напрямую влияет на уровень наших возможностей. И они просто растут в геометрической прогрессии. Поэтому я сейчас и офисный работник. Я работаю в большой международной компании. И я езжу в командировки. И я продолжаю заниматься тем спортом, которым занималась до первой беременности. И еще у меня два своих проекта. Ну вот, ведь очень я слушаю вас и понимаю, что очень-очень было важно в какой-то момент получить поддержку, скорее всего, от супруга и других, конечно, близких людей. Вот, Оль, как это было у вас? Он всегда вас поддерживал? Супруг всегда мне позволял развиваться в том направлении, как я хотела. Ну, это очень важно, чтобы он не ставил препятствий. Да, абсолютно. Жень, как было в вашем случае? У нас тоже было. Он, конечно, так с азартом все это воспринял. Говорит, ну, попробуй, ну почему нет? Тебе это нравится? Немножко даже где-то в каких-то моментах и, наверное, подтолкнул меня к тому, что вот, ну вот смотри, вот будет у наших знакомых. Давай, давай подарим. Давай ты сделаешь, давай подарим. Ну, как-то таким вот образом. Он меня немножко даже, наверное, простимулировал, может быть, так сказать. Потому что, в принципе, ему, наверное, тоже было бы удобно, чтобы я все время была дома. Да, но тем не менее не плакала о том, что мне нечем заняться, что мне скучно, что у меня есть только ребенок. А тем не менее, ну, а имела вот именно свое какое-то увлечение, которое заставляло мне радость. Потому что, понятное дело, все положительные эмоции, которые потом получала от своих знакомых, я кому в первую очередь передавала? Конечно, в семью, конечно, в мужу. Ну, кстати, поймала себя на мысли сейчас, что декрет – это такое безопасное пространство, в котором ты можешь просто попробовать. Ты имеешь право. Мне кажется, это самая главная мысль, что если у тебя, ты же ведь находишься, ты можешь выйти еще на работу, ты можешь передумать, но ты можешь всегда попробовать. Это такое очень ресурсное состояние. Хорошо, помимо того, что я задаю себе честный вопрос, что я хочу, что мне доставляет радость, что еще я должна спросить? Вопрос приоритетов, опять же. То есть в зависимости от приоритетов мы выбираем, что именно мы делаем. То есть то, что, прежде всего, удобно и комфортно не только нам, но уже и тем людям, которые от нас зависят. Потом есть некоторые люди, которым нужно себя вызывать как бы на что-то. Ну, то есть которые более, менее, наоборот, активные и такие более инертные. А есть люди, которые, наоборот, они вызывают себя постоянно и абсолютно натуральным способом. И часто берут больше, чем они могут реально сделать. И тогда часть дела остается не сделанной, какие-то проекты по собственному развитию не законченными, отсюда появляется неуверенность. Что я хочу сказать о тем, то, что... Есть такой принцип Паретто, но мы его знаем, 20-80. Но есть еще другой принцип, что мы должны, как мамы, мы должны на 80% следовать своим желаниям, развивать свои проекты. А 20% оставлять как резервные на случай форс-мажоров. То есть, естественно, наша жизнь не зависит только от нас. И тогда, когда что-то случается, что-то непредвиденное, мы должны иметь возможность с этим справиться. То есть не погрязнуть в обязательствах другим людям настолько, чтобы не быть доступным и для своей семьи. А скажем, если тебя все-таки не поддерживают, и стоит тогда все равно ломать стены, биться головой, но идти дальше? Или надо считаться с тем, что думают твои близкие? Я бы сказала, что стоит, но нужно считаться с последствиями. Близкие могут не поддержать настолько, что они могут перестать стать близкими. Есть еще одна опасность, когда ты на самом деле не знаешь, чего ты хочешь, и это довольно распространено сегодня. А как все-таки вытащить из себя, ну, к чему у тебя есть и желание, и стремление, и способности? Как это понять? Только методом проб и ошибок. Главный совет – пробовать. Да, конечно. Ошибаться не страшно. Ошибаться обязательно, потому что это самый ценный опыт. Жень, были ошибки на пути? Были. Конечно. Не всегда получалось так, как я хотела. те же, предположим, видео Ютубы, где откуда вот я черпала, скажем, какую-то идею. Вроде бы посмотришь, все легко. Начинаешь, а на выходе не получается так. Конечно, были и слезы какие-то. Но я, наверное, такой эмоциональный человек, я очень близко довольно так воспринимаю. Но, тем не менее, все равно как-то не отпускала мысль о том, что, ну как, ну, должно же у меня получиться. Ну, почему? Надо попробовать еще. Я могу. И тем самым, да, конечно, вот, как говорят, подымалась и шла, пробовала, делала дальше. Давайте в заключении нашего разговора я хотела бы, чтобы каждая из вас дала какой-то такой совет, вдохновение тем, кто нас смотрит. Оль. Ну, мне очень понравилась, на самом деле, история Евгении, и я очень хочу поддержать и по возможности вдохновить. Так вот, то, что Евгения рассказывает, как она справлялась со своими трудностями, как она нашла то, что ей нравится, и то, что она продолжает идти, несмотря ни на что, это следует, это свидетельствует о том, что это дело зажигает какой-то внутренний огонь. Вот, и внутренний двигатель такой энергии, который у тебя появляется и приумножается от того, что ты делаешь, она двигает тебя вперед. И, значит, это, да, это нужно продолжать это делать. Здорово. Жень. Я бы, наверное, пожелала действительно сесть и подумать, вот, чего вот представить, как бы вы хотели видеть себя, в чем бы хотели проявить. Понять, наверное, чего ждете, может быть, от, ну, именно этой обратной связи, потому что, ну, каждый человек, получается, как, что каждый думает. Кто-то думает о заработке, кто-то думает о каких-то карьерных возможностях, а кто-то думает просто, наверное, о какой-то человеческой благодарности, и что бы вот он хотел получить. Я вот иногда просто-напросто думаю о том, что мне очень приятно делать людям добро. Они получают от меня такой вот небольшой кусочек, наверное, радости, который очень приятно дарить. И поэтому, наверное, действительно есть смысл задуматься о том, что вы хотите делать, и что хотите получить взамен от своих действий, от своих каких-то новых проектов. Если я не могу расставить приоритеты, если я не понимаю до конца, что я хочу делать, но я понимаю, что хотелось бы что-то изменить, то, коуч, это будет тот специалист, который может мне помочь в этом? Да, обязательно, но это не единственный путь, естественно. Нужно просто делать шаги. Можно делать шаги в разных направлениях, можно чувствовать, что они тебе приносят, и идти по тому пути, где ты чувствуешь наибольшую отдачу. Большое спасибо, на этом мы и закончим. Я хочу еще раз повторить всем, кто нас смотрел, что декрет – это очень ресурсное и безопасное время, чтобы экспериментировать. Пробуйте, и у вас все получится, я уверена. Встретимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok